В деле 6 мая пролилась первая кровь. В Нидерландах покончил с собой Александр Далматов. И сколько бы граждане не обращались к президенту и к его администрации прекратить репрессии, репрессии продолжаются. Сегодня граждане пришли еще раз к администрации президента, чтобы подать очередную петицию. Все прекрасно понимают, тут пиши-не пиши, все равно получишь шиш и даже без масла. Но признают, молчать тоже нельзя. И если таким образом удастся привлечь более пристальное внимание общественности, это все равно лучше, чем мертвецкое бездействие. Я считаю, что в деле борьбы за освобождение наших товарищей, их поддержки, все средства хороши. Конечно, было бы гораздо лучше решить все быстро, вывести миллион человек на улицу и потребовать немедленного освобождения наших товарищей. Это было бы прекрасно. И я к этому всегда призывал, как и многие другие идеи. Марша миллионов, она на этом и основана. Пока, к сожалению, ну нет, вот в обществе у нас такой готовности. Выходит много людей, но не в той критической массе, которая бы вынудила власти быстро отреагировать. Значит, нужна долгая борьба. И здесь любые действия, и подача петиции, и пикеты, и митинги, и шести, любые действия, они полезны. Потому что это лучше, чем молчать. Смотрите, здесь несколько сотен человек, и они пришли на акцию, можно сказать, неповиновения, сопротивления. Акция поддержки узников Болотной. Как отреагируют за той стенкой на эту акцию? Мне все равно. Главное, что люди всколыхнулись. Люди не боятся оставлять свои данные, свои фамилии, адреса. От своего имени подают петиции. Я думаю, что это возымеет действие. Если бы очередь выстроилась сейчас до Красной площади, а не до улицы Ильинка, вот это была бы другая совсем история, понятно. Но для того, чтобы она выстроилась, надо, чтобы наиболее такие неравнодушные, наиболее энергичные, наиболее смелые начинали действовать. Ну вот мы и начали. Мне кажется, что они не смогут отмахнуться от такого большого количества петиций. И какая-то реакция должна быть. На самом деле у нас реакция по болотному делу, все реакции, которые есть, они были исключительно от обращений к Путину напрямую. Вот, например, освободили людей, которые задержали на Триумфальной, только после того, как ему там несколько раз на Селигере задали этот вопрос. Вот. А до этого они сидели по болотному делу. Вот. И мне кажется, что это имеет шанс какой-то освободить хотя бы людей, которые сидят только по 12-й статье. Мне кажется, что мы имеем шанс. Они должны понимать, что общественное мнение в России все-таки есть. Они должны понимать, что их действия контролируются людьми. Они должны понимать, что все, так сказать, это будет записано им в счет, в конечном счете. Понимаете? Все это будет им предъявлено. И я думаю, что момент предъявления счетов преступникам в погонах, он не за горами. Вот с этой точки зрения эта акция имеет большое значение. Если они дальше нас будут игнорировать, но это кончится все для них очень плохо. Румынским вариантом, я думаю. Кремль явно нервничает. Кремлевскому диктатору очень не нравится то, что граждане проявляют свою активность. Но граждан с активной гражданской позицией должно быть еще больше. Чем больше их будет, тем больше будет нервничать Владимир Путин. И однажды эти нервы заставят его совершить роковую ошибку. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.